Ну и пусть ходит, запомнит, это же действие, вы не простили его, это действие, если вы это действие последовательно совершаете, у мужчины в психике происходит переворот, и он начинает делать выводы, что делать, потому что если вы подстроились под нему, сделали вид, что вы простили, сами хотя не простили на самом деле, тогда никакого переворота у него здесь не будет. Ну пусть обижается, ничего страшного, воспитывайте в мужчине мужчину, обижается значит крепнет, мужчине нужна нагрузка на психику, понимаете, мужчина всегда в нагрузке развивается, если мужчина не имеет нагрузки, он расслабился, все, ему капец, как в этом мультике, не были мы на каком-то айте, нас и здесь неплохо кормят. Ну то есть все уже, то есть все. Пускай набежается, ничего страшного, вы же его потом и полоскаете. Будьте твердой внутри, как бы, раз отстранилась, давала возможность ему почувствовать ситуацию. Не надо бояться ничего, потому что вы боитесь вот этого напора мужского, потому что когда вы отстранились, первая реакция какая? Гнев, он начинает, типа, да я тебя брошу, там. Вторая стадия, подлизывается, тоже тяжело. Таким хорошим становится сразу, супер, все знает, как надо делать, цветочки там, и все. Пятое-десятое, не поддавайтесь. Третья стадия, он трезвеет, говорит, ладно, я все понял, буду делать как надо. Все, дошло. Понимаете, для мужчины очень трудно сделать так, чтобы до него дошло. Понимаете, ему надо время, ему надо сильно провести себя какое-то время, и он, раз, и у него в мозги вошло. А если у него у мужчины вошло, то потом всю жизнь уже не выйдет. Понимаете, у женщины вошло, вылетело. А у мужчины вот вошло, но так, как у него не выходит, поэтому и долгое время приходится. Ну? Просить очень ласково, нежно, ненавязчиво 50 раз. На первый раз он вообще не заметит, что вы попросили. Не удивляйтесь, если он даже вообще не помнит этого. Вы попросили, он забудет, не удивляйтесь. Он просто очень сильно зажат в своих деятельностях. Как бы он, он паровоз едет, когда очень быстро, он не замечает, что там вокруг происходит. Он, ты-ты-ты-ты-ты. Паровоз вперед. У него так психика работает. Он попросили один раз, дальше едет. Второй раз попросили, он такой, типа, что там такое, дальше едет. Третий раз нежно попросили, чуть-чуть обиделись, притормозил. Понимаете, просить мужчину надо тогда, когда паровоз останавливается. А паровоз останавливается только, может быть, 15 минут в день или 20. Только после еды. И только когда он доволен, что вы его накормили и расслабился, скажите ненавязчиво, а очень аккуратно, причем с таким иносказательным языком. Например, женщинам, знаешь, иногда нравится, когда с ними ходят в кино. Ему же надо самому решение принять, что мы идем в кино. Потому что если вы за него скажете, что надо идти в кино, он сразу, нет, 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 все. Понимаете, мужчине надо, чтобы он сам принял решение. Поэтому всегда иносказательная речь. Означает, что вот Олег Геннадьевич говорит, если он доверяет авторитету как бы. Если нет, тогда надо найти другой авторитет какой-то. Научное исследование показали, что женщине надо иногда вот то-то, то-то. И он спросит, ты что хочешь, чтобы я тебе сейчас это сделал? Вы скажете, улыбайтесь ему в это время. Потому что, чтобы до мужчин дошло, всегда надо давать энергию любви. Только через энергию любви будет доходить. Улыбайтесь, говорите, не обязательно сейчас. А если срочный вопрос, значит вы этого не делали раньше. У женщины нет срочных вопросов, она все заранее чувствует. Если она с мужем как бы свою идею не пробивала, стеснялась ему сказать раньше, дальше тогда начинается цейкнот уже. Женщина никогда не должна свои чувства и желания никуда откладывать. Потому что они копятся и потом создают взрывоопасную ситуацию в семье. И муж даже не знал, что это так. Для него вообще все как бы как заново. То, что с женщиной происходит. Лежал, а не перележал. Ничего, нормально. Встаньте, поработайте чуть-чуть, опять ляжьте. Вторую попытку. Ничего страшного. Рано или поздно перележите. Все движется вперед, понимаете? Если вы правильно делаете, он все равно рано или поздно встанет. Но если он встанет, он никогда не ляжет. Помните Илья Муромец? Лежал, лежал на печи, потом всех победил. Развод подал, он не стал. Развод подал, это значит, что вы его избаловали. Вы его избаловали. Он не вам размазал жизнь по асфальту. Он развазал свою жизнь. А вы не знаете просто, как себя вести с мужчиной. Вот и все. Ну, супер, значит, видите, как вам развод помог. А так вы не слушали никогда в жизни. Значит, у вас скоро счастливая жизнь будет. Сто процентов. Можно, конечно, ничего. Он ждет вас? Я не знаю. Ну, узнайте тогда. Если не ждет, так в другом возвращайтесь. За спиной два брака. Ну, ничего страшного. Все так живут. Ну, ничего, пусть хуже, зато больше знания. Чем больше знания, тем больше счастья. Не, я серьезно говорю, сто процентов. Противно общаться, это значит, вы накопили. Вот если у меня, допустим, изо рта воняет, противно уже с этим, как бы, зубами. Мне их повыдирать? Чем мне делать с этим? Противно с этим ртом. Че делать? А? Без всяких уловок напрямик это означает, что вы хотите его покоцать, да? Ну, покоцайте, потом извинитесь. Вы же все равно не сдержитесь. Покоцайте его, покоцайте. Потом извинитесь, скажите, виновата, прости. Дура. Но если вы это делаете принципом в своей жизни, тогда вы пилите сук, на котором сидите, а потом полетите сами и ударитесь об землю, а он найдет себе молодуху. Да я не говорю про хитрости, я говорю про любовь. И говорю про уступчивый подход женщины. Не говорю про хитрости. Конечно, надо быть открыто, говорить то, что есть. Но с любовью очень мягко. И сказание не означает хитрость. Это означает понимание природы мужчины. Он должен сам все понять, понимаете? Если хотелось, тогда дайте возможность. Если вы на него давите, то значит, что он будет звереть. Он не будет понимать. Любое давление правдой на мужчину вызывает протест. И он не будет никогда эту правду принимать. Вот вы сейчас мне любую правду про меня скажите. Я сразу... И все. Ну, приму, если сильно захочу. Природу-то никуда не денешь. Понимаете, зачем человеку делать больно? Идти против его природы. Зачем это делать? Когда у человека есть природа, допустим, женская природа — это эмоциональность. Надо дать ей возможность. Мужская природа — это непреклонность. Надо дать ему возможность. Это называется уважением. Если вы мужскую природу не уважаете, а вы ее не уважаете, я это вижу, то тогда вы будете разрушать свою жизнь. И результат может быть печальный. Просто человек уходит, и все. Бог наказывает за это. Сдавайтесь. Хорошо? Правда может убить человека, если она неправильно сказана. Всегда за правдой должна стоять любовь. Любовь к мужчине означает уступчивый подход. Дайте ему возможность быть сильным. Нет, сейчас вопросов не будет, сейчас будет песня. Нет. Спрашивайте. Видите, я принцип утвердил. Принцип утвердил. Мужчина, вот для вас. А теперь даю ей возможность. Она знает, что она неправильно делает, но так как она женщина, она имеет право. Так, микрофончик. Хорошо. Дочке 33 года. Я тут 46. Дочке пора рожать. Здесь нигде не работает. Почему я работаю с кодированием? Она работает, получает очень прилично, на него хватает. И у меня вопрос. А надо ей с ним ложиться, и его перележать? Или все понимать? И в другой сеть, и на птичке мы его получаем. Вот прям, не знаю, через все внутри. Слышали? Это теща. Супер, классика жанра. Молодец, молодец. Очень хорошо. Спасибо вам большое. Теперь, теперь, послушайте меня. это же ваш объем работы все. Вы сейчас описали свой труд. Потому что в победе над судьбой, вы давно лекции мои слушаете? Да. В победе над судьбой есть три стадии. Первая стадия. Я считаю, что кто-то другой виноват в моей жизни. Потом я чувствую, что вина между нами. И потом я нахожу, она возвращается в сердце, вина. Это все время молитвы делается. Надо начать молиться сейчас. Первая стадия. Вас отпустит, легче станет. Почувствуйте, что вы тоже как бы очень к нему предвзяты, жестко себя ведете. Когда мужчину проклинают, он становится проклятым. То есть он еще больше тряпкой становится. Ну то есть объем работы есть. Вот такой мужик. Вы трудитесь над ним. То есть твердость не помешает. Это правильно. Но она с любовью должна быть твердой. С любовью. И тогда мужчина, он тук-тук-тук-тук начинает подниматься. Понимаете? Но если вы его хотите уничтожить, у вас тоже это получится, но вы уничтожите также вместе с ним счастье своей дочери. Потому что вы думаете, что она может легко найти себе другого человека. И это колоссальное заблуждение. Потому что по ее судьбе, то, что я вижу, она этого-то с трудом нашла себе. И следующего найти будет практически невозможно. Поэтому ваша как бы задумка, она неправильная. Вы находитесь не на правильном мышлении сейчас. Но вам надо просто ей помочь справиться с этой ситуацией. Сначала преодолеть ее в своем сердце. Потому что вы разрушаете сейчас эту семью. И его проклинайте, он еще больше тряпкой становится. От женщины исходит такая сила. Хорошо. Спасибо. Я желаю вам удачи. Я вижу вашу ситуацию, она тяжелая. И сейчас в честь вас и предыдущей слушательницы моих лекций я сейчас вам включу песню, которая поможет вам открыть истину для себя. Истину мужского начала. И как женщина разрушает это мужское начало. Вы сейчас точно это поймете, и вам станет легче сразу же. Потому что как человек знания получает, ему становится легче. что я перемешиваю. Субтитры są субтитры. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Он становится властителем мира. Ну то есть женщина, которая соткана из знаний, она понимает, как правильно жить. Она это знание через сердце и любовь передает своему мужу или своему зятю. И он становится очень образованным внутренне, понимающим, как правильно жить. Когда женщина действует как разрушительница, все знание уничтожает в своем мужчине. У него нет никакого знания. Поэтому выбирайте женщину, и у вас есть только два варианта. Первый вариант взращивать своего человека, второй уничтожить. И вы можете сделать и то, и это. Причем в этом мире так устроено, что женщина, которая уничтожает то, что им Бог дал для развития работы, а именно он дал вам объем работы, потому что всегда, когда человек приходит в вашу жизнь, он несет с собой объем работы, вам надо трудиться над ним, для того, чтобы он стал сильным. Для этого надо быть послабее. И вдохновлять его. Не самой пытаться быть сильной и уничтожать его. Это два неправильных поведения. Самой пытаться за него все делать и уничтожать его. Это два неправильных поведения, идущих от незнания. Второй вариант. Прощать и вдохновлять. Но при этом самой не перенапрягаться. Сохранять в себе женские силы. Ну, допустим, надо поработать, ну, поработайте, но не надо перенапрягаться. И надо на себя вешать нагрузку своих материальных желаний. Поймите, женщины, вы работаете только по одной причине, что вам хочется больше, чем муж вам может дать. А это и есть засады. Женщина всегда, когда работает, она проклинает семью. Ну, имеется в виду, работ слишком много. Понимаете, она проклинает семью тем, что в ней нет любви. Дети невоспитанные вырастают. Когда у женщины не хватает энергии любви, все становятся больными, потому что эта энергия лечит, также восстанавливает здоровье и так далее. Поэтому женщина, которая хочет больше от жизни, чем муж ей может дать, и не принимает судьбу, она ее же и разрушает свою собственную судьбу таким образом. Потому что она за него начинает работать, когда женщина становится сильной, мужчина сразу становится слабым, потому что шансов у него нет быть рядом с сильной женщиной сильным. Просто шансов нет. В этой песне вы это услышали конкретно, он уже воет. Он же не знает, как ей сказать, что, пожалуйста, успокойся, дай мне возможность самому сделать то, чего тебе в жизни нужно иметь. Дай мне возможность это сделать, а просто прими меня, как того человека, который будет тебе это давать. Верь в меня, и ты из меня вырастешь силу. Я могу все, что угодно, там, спасти тебя, вытащить, куда, там, чудо запросто сделать для тебя. Если ты сможешь вот именно в меня поверить, как того человека, который тебе даст счастье. Это и есть ключ к успеху любой женщины, поверить именно в этого человека, что он вам даст счастье. А вера эта через молитву идет. Потому что женщина, что она делает обычно? Она сомневается, что это ее судьба, что именно этому человеку надо отдать свою жизнь. И в этих сомнениях протекает вся жизнь, а потом эти сомнения рождают измену. Потому что, когда мужчина видит в глазах женщины непреданность, а сомнение, у него теряются силы сразу. Он перестает быть вдохновленным, развиваться. Он начинает пить, депрессировать, страдать и лежать на кровати. Вот в чем корень мужской депрессии. В том, что в нем кто-то сомневается. Не суждено? Все говорят. Астрологи и так далее. Как зовут человека? Вы с вами? Не суждено ей вместе быть, да? Что это значит, да? Отключите микрофон. Видящего? Что видящего? Включите. Включили микрофон? Дайте. Судьбу и... Хорошую или плохую? Ну, значит, она у них суждена быть вместе, чтобы... Нет. Он видит хорошую судьбу или плохую? Хорошую, но поединился. Ну, тогда почему Бог вас соединил? Зачем? Он вас держит же вместе? Зачем? У вас возникает ощущение, что... Или он играется так в нашей жизни? Поддержал чужих людей, поддержал чужих людей вместе, потом развел. Он играется в нашей жизни? Или зачем он вас держит вместе? В чем причина? Значит, жизнь — это не любовь, а происхождение уроков просто. Получается, люди вокруг пешки, которые наши уроки осуществляют. А не личности, которым надо отдавать свою жизнь. У нас папа есть? Чего? Почему он пил? Ага. Я говорю про вашу судьбу сейчас, а не про ваши ошибки. Почему он пил? Наверное, не хватало веры в мужское начало. Вы родились уже в такой семье, где не хватает веры в мужское начало. Сейчас перед вами уникальная личность находится рядом с вами. Такого человека в жизни вы больше никогда не получите. А он таких, как вы, получит сотню. И вы в нем постоянно сомневаетесь, потому что у женщины в природе заложено грызть сук, на котором сидишь. А кто ищет, тот всегда найдет. Вот если я сейчас свистну экстрасенсов, астрологов, которые хотят разрушить мою жизнь, они с удовольствием это сделают. Почему? Потому что так устроена природа. Когда человек хочет подтвердить свои глупости, природа их подтверждает. Находятся ясновидящие, яснослышащие, которые разрушают, ясно разрушают нашу жизнь. Вы просто боитесь трудностей своей судьбы. Вы не хотите ее принимать. Вам тяжело просто жить. И вы не понимаете, что это тяжело было создано вами в прошлой жизни. Вы не понимаете, что вы все равно, вам все равно его придется принять и прожить. Все равно. По-любому. Вы не сможете от этого никуда убежать. Вы не принимаете этого человека просто потому, что вы не принимаете свою судьбу. Так же, как вы не принимали своего отца. И до сих пор вы его не применили, кстати. Не удалось. Да нет, ничего не удалось. Пока вы не можете встать на тот стержень своей судьбы, в котором вы должны жить. Я не буду вам доказывать, что этот человек должен быть рядом с вами. Потому что это унижение. Зачем мне унижаться перед вами и вам это доказывать, если вы не хотите это принять? Я не могу сейчас ее бросить. И как бы закончить с ней разговор. Понимаете? Что вы хотите еще у меня спросить? Как ведете? Какая вы есть, так себя ведите. Вам надо расслабиться, раскрепоститься. Он все примет. Он сильный человек. Он и так вас такой принимает, какая вы есть. Но он старается, по крайней мере, старается. Он старается, будет и дальше стараться. Раскрепотитесь рядом с ним. Это ваша судьба. Вы успокойтесь, расслабьтесь. Будьте самим собой. Раскрепоститесь. Не бойтесь мужского начала. Он ваша защита. Ваша опора. Ваш человек. Просто вы еще не достойны почувствовать его своим. Вы не достойны опереться на кого-то сейчас. И вы думаете, что это внешняя проблема, а не внутренняя. Когда вы начнете в мужское начало верить, с этого момента вы почувствуете в нем того человека, который вас защитит. А сейчас вы его глушите просто, понимаете, рядом с собой. И так как вы его глушите, он поэтому сопротивляется просто. И этим вы занимаетесь. Вы его глушите, веру в него разрушаете, а он сопротивляется этому всеми силам. Вот это ваша жизнь сейчас. Вы вот этим занимаетесь. А вы не глушите его, а взращивайте. Или станьте быть дургой, вот этой разрушительницей. Станьте знающей женщиной или еще лучше верующей женщиной. И тогда вы воскресите в нем личность. Он начнет развиваться. Сразу чистым, сильным станет. Конечно, женщина, которая злится рядом с мужчиной и бесится, она разрушает прежде всего себя. Я об этом и говорю. Что она себя больше даже разрушает, чем человека. Потому что такова природа женская. Она бунтует. А надо учиться принять, успокоиться. Остановитесь, остановитесь, успокойтесь. Не бунтуйте, примите все, что есть в жизни. Расслабьтесь, принимайте судьбу. И вы станете счастливы. Вот прямо сейчас в этих отношениях все. Все у вас ваше. Ничего вам не положенного нет в жизни. Не ходите больше к тесновидящим, к астрологам. А? Ну, если даже он ходит, не обращайте внимания. Он тоже вас не бросит. А даже если он захочет вас бросить, будет получать по шее каждый раз. От Бога. Хорошо? Все решили мы с вами? А с вами? Нет? Не решили? А почему? Нет, не решили. Нет, не решили. А почему? Ему тяжело. Витя тоже чувствует, что не тяжело, когда женщина так себя ведет. Тяжело очень. У вас все наладится со временем. Сейчас надо просто ждать, смотреть. Она начнет правильно совести. Я ей все сказал. Женщине всегда не хватает только знаний. Все. Она очень быстро впитывает знания и быстро меняется, когда она его получает. В три раза быстрее. А? А? А в этом ваша ошибка была. Потому что, запомните все мужчины, вы никогда не сможете передать своей жене знания. Шансов нет. А как тогда? Надо понять, что женщина принимает только ваши поступки. Она никогда не будет принимать слова. Если вы станете таким человеком, как вы говорите, она это увидит и сразу примет и поймет. Но женщина никогда не принимает слова от мужчины. Понимаете, женщину не надо нравоучениями воспитывать. Воспитывайте ее терпением своим и принятием ее как личности. Если вы ее примете, какая она есть, она вам больше поверит, чем если вы будете ей говорить о том, какая она должна быть. В этом заключается глубочайшая ошибка поведения мужчины. Никогда нельзя женщину пытаться воспитывать. Но, если женщина видит, что вы ее принимаете такой, какая она есть, она обязательно будет сама спрашивать вас, как правильно делать. И отвечайте ей всегда очень аккуратно, ненавязчиво, как будто бы вы не отвечаете, а просто, между прочим, это говорите. Не включайте свое нравоучение в тот момент, когда женщина вас спрашивает. И она всегда будет вас слушаться. Она будет всегда делать так, как вы хотите, но при этом не надо на этом делать акцент. Согласна женщина или нет? Не надо ее мучить, не надо ее нравоучение читать, не надо. Она сама сейчас будет все как надо делать. Не становитесь источником знаний для нее, не надо. Дайте ей послушать лекции, давайте. Пускай кто-то другой станет источником знания. Она будет вас верить по вашим поступкам, начнет вас верить. Вот как вы будете поступать правильно, она будет больше вас верой иметь. Еще правильный поступок. Вот вы сейчас ее примите, допустим, вы, допустим, сейчас переломаете себя и скажете, нет, я все-таки хочу с этим человеком жить. Если вы вот так вот раз настроитесь, сейчас скажете, она сразу же очень сильно вас оценит, тут же просто. Но вам это будет как бы очень тяжело. Именно из этого соткана жизнь мужчины. Он должен всегда ломать себя и закалять. Всегда ломать и закалять, идти, перешагивать через себя, идти дальше, идти выше. Делать невозможное, понимаете, с собой. И тогда женщина очень сильно ценит. Она очень благодарна за это становится. Мы никогда не будем женщинами. Мы всегда будем брать на себя тяжесть жизни. Мужчины всегда. А женщина всегда будет права в отношениях. И это хорошо. Как? Да. Микрофончик. Ничего, что мы много вопросов. Нормально? Это же жизнь. Жизнь же, да? Я не смогу всю лекцию только на ответы вопроса. Сейчас вот последний вопрос. Дальше мы еще тему будем другие разбирать. Люди специально пришли их послушать. Мы собирались задавать вопросы, не слышав от кадра, сидящих здесь. Важно, у нас такая ситуация, что... А я очень жду вас в отношениях, вопрос ваш. Я рад вас здесь видеть. Вы неправильно поняли. Я как бы очень-очень даже спасибо вам большое. Возвращая для меня очень классические моменты. Это вот про темы мужского начала, принятия судьбы, про лежатые на печке вместе с ними. Мы, в общем, живем с человеком 4 года, замужем, после момента зачатия беременности человек резко перестал работать, выпивал раньше, он сейчас заболен, и скорость такая, что не пришлось работать на работу, на цепотеку, всякие такие вещи. Он до сих пор только старается на работу, и я вам всегда хочу понять, его какой-то силой, когда он хороший специалист в своей области, то или не везет, или не на плату. Нет, нет, не в этом проблема. В общем, я хочу понять, хотя я молитва пытаюсь менять судьбу, у меня очень часто не хватает сил поверить человека. Я не знаю, как дальше. Я вам расскажу. Вы верите, что я вам расскажу? Да. Точно? Да. Тогда слушайте. Есть две стороны медали любви. Привязанность заставляет людей действовать в рамках только одной. Есть два типа привязанности женщины к мужчине. Одна привязанность заставляет женщину глушить, мужчину глушить, не верить в него, паниковать рядом с ним. А вторая привязанность заставляет женщину баловать мужчину. Привязанность означает сильное ожидание счастья от человека. Нужно настраиваться на святость, на Бога и перестать ждать счастья от человека. Тогда человек входит в золотую середину, в середину победы над своей судьбой. И в этот момент он начинает четко понимать, как ему действовать. Есть тоже две стороны любви. Первая сторона любви – честно служить человеку и вдохновлять его. А вторая сторона – наказывать очень с любовью, честно и сильно. Вот эта сторона вторая у вас вообще отсутствует. Поэтому и у вас психика взорвалась, когда вы услышали про печку. Потому что вы и так уже перележали. Вам надо наказывать своего близкого человека. Но наказывать – это более высокий уровень любви. Понимаете, когда человек… Смотрите, я сейчас садитесь. Сейчас я вам, женщины, объясню. Смотрите. Все зависит от состояния чувства собственного достоинства. Если вы его теряете в отношениях, теряется влияние на человека. Чувство собственного достоинства скопится в бескорыстии. Помолились, накопили силу. Считать, что у вас все нормально. Вы приняли свою судьбу хотя бы на время. И в это время просто бескорыстно что-то сделайте. Приготовьте с молитвой мужу пищу. Вы это для Бога прежде всего делаете. Понимаете, у нас самое главное отношение с Богом, а не с мужем или с детьми. Мы для него живем на самом деле. Вот для того, кто сидит там внутри, просто это трудно понять. Вы просто с молитвой пищу приготовьте. Думая о Боге. И если вы так будете думать, вы потом бескорыстно сможете отдать ее мужу. Когда вы что-то бескорыстное сделали, у вас сразу об внутри чувство силы в отношениях. Это называется чувство собственного достоинства. Означает, что вы потом, когда он плюнет вам в лицо, вы не сломаетесь от этого плевка и не потеряете себя, а просто уйдете только в отношения с Богом уже без мужа. Означает, что вы просто покажете свое могущество в том, что вы можете жить и без его подачек. Когда вы это сделаете, это будет первый урок. Он сразу увидит в вас силу и сразу ее оценит. Человек не может силу предать. Предают только слабость. Он увидит когда, что вы от него немножко подальше, но при этом честно и правильно к нему себя ведете, в этот момент в нем проснется уважение. И когда женщина делает то так, то так, она или искренне служит, или искренне отстраняется, потому что человек не хочет вести себя по-человечески с ней, тогда у мужчины появляется картинка, как вести себя с женщиной. Она эту картинку ему сама создает. В результате он начинает ее уважать и начинает вести себя правильно. Но если женщина зависит от мужчины, и у нее есть только два варианта, или кромсать его, или баловать. И вы сейчас живете между этими двумя вариантами. Поднимите ручку, я вас потерял. Развод означает, что вы не сдали экзамены судьбы. Развод не помогает, облегчение никакого не дает. Все это просто назначает, что надо опять все заново начинать. А заново очень трудно начинать всегда. Даже само начало очень затруднительно, потому что могут годы пройти, прежде чем это начнется. Поэтому нужно в молитве успокоиться сначала. принять свою судьбу. Вот вы сейчас вот в этой ситуации находитесь. Все побеждаемо, все победимо. Я вижу вашего человека. Он, с одной стороны, расслаблен вашим перенапряжением. С другой стороны, разочарован вашей разочарованностью. То есть вы уже не верите в него. И никакой силы ему не даете быть мужчиной. Он подавлен вашей силой проклятия. Понимаете? Он лежит на печке. Вот. Раз. И теряет себя как личность. Два. А вы помогаете ему тем, что вы работаете и не верите в него. А вам надо, наоборот, поменьше работать и побольше с него верить. А это уже душевные силы. Это уже надо от Бога брать. Вы же от Бога не берете ничего. Надо молиться. Учиться брать от Бога силы душевные. Своё чувство собственного достоинства укреплять этой силой. Действовать правильно. И тогда будет победа. Но вы сейчас мне говорите, Олег Геннадьевич, как может быть победа, если корабль уже тонет? Даже когда он тонет, всё равно может быть победа. Может залтать все дыры, в дыры всплыть и поплыть дальше. И он окрепнет, станет сильным потом этот корабль. Это всегда лучше, чем утонуть и забыть про всё. Услышали? Ладно, тогда дальше движемся. Нет, нельзя. Итак, мы разобрали одну из нескольких намеченных тем. Создание семьи в крупном городе. Трудности и преимущества. Некоторые люди пришли из-за этой темы. Поднимите руку, кто из-за этого пришёл. Я для вас сейчас буду говорить. Итак, смотрите. Трудность только одна. Это слой жизни. Понимаете? Когда ты удручён. Вот смотрите, для женщин говорю. Если вы находитесь в депрессии. Если вы не верите в свою красоту. Если вы чувствуете себя одинокой и думаете только об этом. Если вы не способны даже принимать усилия для того, чтобы просто улыбаться кому-то. Это значит, что вы находитесь в невежестве. Причина невежественной жизни только одна. Это атеизм. Значит, у вас нет связи со святостью и всё. Потому что, когда у человека, у женщины есть связь со святостью. Она оживает, расцветает, становится румяной и красивой. Потому что это природа женщины быть румяной и красивой. Она не может быть некрасивой вообще в принципе. Она становится красивой просто от отношений с Богом и всё. Потому что Бог наполняет её этой красотой. И так, если вы находитесь в невежестве, шансов выйти замуж нет. Нужно выйти из этого состояния. Поэтому ваша цель в вашей жизни не замужество сейчас в это время. А установление отношений со святостью наполнится чистотой, наполнится силой в молитве. Изучайте. Эти темы есть. Это всё можно узнать. Лекций на эту тему сейчас много. Слушайте, изучайте. Дальше. Следующая идея. Если вы думаете, что для вас главное сейчас утвердиться в жизни и стать крепкой финансово. Квартира, машина, всё равно 80% разводов, как ни крути, на семью опереться невозможно. Можно опереться только на саму себя. Вторая ошибка, которая разрушает жизнь. Женщина не знает своей силы. И это объясняет, что любая женщина должна валить на повал любого мужчину. Именно поэтому в древней культуре женщины, обладая большой духовной силой, закрывали лица свои. Но чтоб никому не мучить. Чтоб давать возможность людям нормально жить. Потому что у женщин, от женщин, такая сила должна исходить по идее, что шансов нет никаких не выйти замуж. Очередь должна выстраиваться по отношению к ней. А если очередь не выстраивается, то есть только одна причина. Она ведёт неправильную жизнь. Всё, нет другой причины. Поэтому идея, что я типа одна тут останусь и всё прочее, мне надо устраиваться на работу. Чем больше вы вкладываете в учёбу и в работу женщины, тем меньше у вас остаётся сил на семью и на личную жизнь. Всё, закон стопроцентный. Теперь вы скажете, всё равно мне надо работать, иначе я просто с голоду помру. Факт. Большинство женщин уже в цикнот пошли. Они не могут сейчас сразу всё бросить. Им надо потихоньку из этого цикнота выходить. Но надо понять, что не надо стремиться к кандидатской диссертации, к повышению должности и к увеличению образования. Женщина должна остановиться в этих вопросах, потому что она стареет. У мужчины, чем он становится взрослее и серьёзнее, больше шансов жениться, потому что всем нужны серьёзные мужчины. И он может на 15 лет моложе выбрать. Нет проблем. У женщины шансы тают с каждым днём. Поэтому не надо терять время на всё это образование и излишнюю как бы работу. Нужно погружаться в духовную жизнь женщине, накопить в себе красоту и силу, выходить замуж, рожать детей. А потом, если вдруг так получится, что вы сорвётесь, вас бросят, Бог всё равно вам поможет. На женщину всё концентрация всей энергии благочестия в этом мире идёт. Женщина, если, допустим, она нуждается в чём-то, всегда к ней преимущество. На самолёт она первая заходит, её пропускают с детьми и так далее. Всегда женщине преимущество, которое нуждается в чём-то. И обязательно этот мир позаботится о вас. Не нужно думать, что у вас есть какой-то путь к поражению в жизни. Если вы настроились на семью, на личную жизнь, какая-то специальность, хорошо, пускай будет, нет проблем. Но не надо дальше туда лезть, в эту пропасть. Она бесконечна. Чем больше вы хотите этих денег, квартир и машин, тем больше одиночество и несчастье в вашей жизни будет продолжаться. И это никогда не остановится. Что касается мужчин, другой совет, совсем прямо противоположный. Женщины, вы услышали меня или нет? Вам трудно будет перестроиться, но вы попробуйте. Постепенно перестроиться, вы увидите больше красок жизни, больше счастья. В конце концов, получите семью, расслабитесь, станет легче жить, примите судьбу, которая вам положена. И вы сможете дальше установить свою нормальную жизнь. Одиночество для женщины означает только одно – неправильная направленность жизни. Не может быть женщина одинока. Она соткана для красоты. Как только она ведет себя правильно в жизни, она расцветает. А если она расцветает, все мужчины падают в оморок, глядя на нее. Мужчина не может победить энергию красоты. Она самая непобедимая в этом мире. И даже женщина в возрасте может валить всех с ног, если она правильно живет. Таланты не надо закапывать в землю. Таланты – это ваше хобби. Если вы сделали все в семье нормально, дальше порыхайте куда хотите. Можете там и там как бы свои таланты раскрывать. Но не делайте из этого жизнь. Это ваше хобби только. Вы этим отдыхаете от жизни талантами своими. Мужчин таланты нужны для того, чтобы развиваться в обществе. Женщине таланты нужны для того, чтобы вложить их в своих детей и отдыхать от жизни. Если вы живете с человеком год и не можете уйти от него, значит Бог хочет, чтобы вы были вместе. Значит надо оставаться. Много сомнений – это нормально для женщин. Женщина соткана из сомнений. Что бы я ни сказал, все равно будет так, как надо. Нет. Если вы должны остаться с этим человеком, вы ничего не сделаете. Это полный бред думать, что есть какие-то варианты вообще в этой жизни. Если вы хотите расстаться, поймите, что расставаться можно только с тем, с кем ты встречаешься. Если вы уже лежали в постели, это значит, что вы муж и жена. И любое расставание приведет к разрушению вашей судьбы. Поэтому и не надо. Очень-очень тяжело и уже невозможно. Надо жить, пора пожить отдельно, помолиться. Пожить отдельно. Не запрещается жить отдельно. И тогда вы оставите себе. Да это он, пусть говорит, что хочет. Если вы видите, что вам тяжело с человеком, можете жить отдельно смело. Если он от вас уходит, это его проблемы. Поймите, что вам не надо, вы не обязаны мучиться, понимаете? То есть вы не можете с человеком жить вместе. Живите чуть-чуть отдельно, но не считайте себя, не смотрите на других мужчин, не считайте себя чужой для него. Просто вы в это время в сердце устанавливаете отношения. Вы ему счастье желаете, ниточку к нему пробиваете в своем сердце в это время. Но вы даже не помышляете, чтобы от него уйти. От него не хочешь? Ну не хочешь, мало ли чего хочется у нас. То есть нужно... Вот если у меня рот воняет, а мне не хочется зубы чистить, что тогда? Или кухня грязная, а мыть не хочется, что тогда? То есть нужно настраиваться на то, чтобы сухарить или отношения. А у вас нет вариантов. Даже если ты теряешь сил, ты теряешь свою красоту и желание служить уже. Алия? Без вариантов, да? Поймите, что вам не надо сейчас об этом думать. Вам не надо сейчас об этом думать. Вам не хватает Бога сейчас в жизни. Вам надо думать о Боге, молиться Ему. Вам нужно накопить силы. Вы не перевариваете свою судьбу. Поймите, человек, который рядом с вами находится, он является представителем вашей собственной судьбы. И он ведет себя, как положено с вами вести. Если вы не переварите, у вас не хватает душевных сил. Только всего. Вам надо сейчас уединиться, больше молиться, думать о Боге. Не думать, будем мы вместе. Не думать, Бог сам решит все. А, конечно. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, для мужчин немножко другая ситуация. Мужчины должны понять, что чем больше контактов с женщиной неблагоприятных, тем меньше шансов нормально наладить жизнь. Поэтому мужчина, прежде чем, вот он чувствует себя недоразвитым, у него нет понимания, кем он должен работать, у него нет понимания, что он должен в жизни делать, как ему жить, у него большие сомнения по поводу создавать ему семью или нет. Он чувствует, не хватает сил на то, чтобы содержать жену и детей. Забудьте про женщин, скрепите зубами, не надо с ними встречаться, не надо с ними общаться, вы мучаете их, вы мучаете себя в это время. Займитесь самосовершенствованием честно. Перестаньте думать о женщинах, просто развивайтесь как личность. Год-два достаточно, чтобы стать сильным, способным ломать горы мужчине, если он не думает о женщинах, но если у вас есть уже девушка, не бросайте, значит вам надо развиваться рядом с ней. Если нет никого, значит тогда забудьте обо всех, просто развивайтесь как личность, знайте, что когда вы разобьетесь настолько, насколько нужно, девушки в очередь встанут перед вами, не надо никого искать. Если мужчина чувствует себя одинок, кем есть только одна причина, почему это так, он просто недоразвитый и все. Как личность, если он развился как личность, девушки сразу выстроятся в очередь, им все равно красивый, вы некрасивый, они не будут смотреть ни на что, кроме вашей ответственности, вашей мужской силы. Я правильно говорю девушке? Женщине нужна только мужская сила. Если он стал аскетичным, сильным, если он развился как личность, нет проблем у него найти себе хорошего человека, нет никаких проблем. Но если мужчина не развит, и он пытается себе кого-то искать, вот здесь начинается расколбас, вот здесь он мучает себя, мучает девушек вокруг, все страдают от него. Поэтому в древней культуре считалось, что мужчина просто должен, стиснув зубы, развиваться до тех пор, пока не разовьется. Развился, пожалуйста, создавай семью, живи с женой, будь счастлив. Не развился, не надо гулять, иначе ты пожалеешь потом об этом. Как? Вы понимаете, развитость мужчины не означает, что он очень сильный. Развитость означает, что он способен терпеть женские эмоции, раз. Вот слушайте признаки развитости мужчины. Первый признак развитости – способность терпеть женщину, раз. Второй признак развитости – способность принимать свою судьбу. Он не пищит, не скрипит, а просто идет своей дорогой, и все. Два. Третий признак развитости мужчины – это аскетичность в целом жизни. Он не любит слишком много балдеть. То есть он просто… А? Все? Какой вопрос? Что, почему? Один? Почему один? Вот такой сильный, аскетичный мужчина, развитый, что ему не хватает. Почему он один? Что нужно делать таким мужчинам? Я знаю, что нужно делать. У него прошлый опыт, очень тяжелый прошлый опыт отношений с женщиной. И он боится просто женского начала. Такому человеку не хватает наставника. У меня есть один такой друг, я два года его готовил к женитьбе. Он сильный, развитый, крепкий, но он боялся просто. Страшно ему было на женщин даже смотреть, что он боялся женских эмоций всего. Хотя он мог и может терпеть. И я его как бы поженил, смог ему дать возможности. То он сейчас счастливо же. Такие мужчины обычно, когда уже находят все силы жениться, они счастливо живут, у них нет проблем. И единственный экзамен для них это выбрать себе девушку. Он все время думает, что может это не та и это не та. Где же та? Он у всех видит недостатки. Им нужен старший, который скажет, вот та. Как понять, что это старший. Старший только может дать. Если у вас есть старший. Старший скажет, да. Вы сами не поймете, старший скажет. Старший человек для вас, наставник скажет, все, вот эту бери девушку. Вы поймете сразу. А если у вас в жизни нет старшего, значит у вас жизнь похожа на жизнь дикого животного, который скачет непонятно куда. И шансов остановиться в нормальном направлении и скакать нет, мои хорошие. Попытайтесь это понять. Хотя бы просто слушая лекции, принимайте наставления. Но это только самый первый этап. Человек должен обязательно найти себе наставника в жизни. Если он его не нашел, значит у него жизнь неустойчива. Без наставника невозможно быть крепким. Потому что когда событие, тяжелая судьба приходит, тяжелое событие в жизни приходит, самый разумный человек теряет себя в этой ситуации. Нужна помощь сверху. Нужен кто-то, кто тебе скажет, и ты отрезвеешь и поверишь. Иначе шансов нет устойчиво жить никому в этом обществе. Поэтому ищите свой наставника. Наставника можно найти только внутри какой-то веры. Наставник это не Мюнхгаузен, понимаете. Человек должен быть не то, что он там сам по себе какой-то там Дон Кихот Ламанческий, понимаете. То есть крутой, но ни с кем не связан. Понимаете, нужен человек, который находится в традиции. Он должен получать духовное образование сам свыше. У него у самого должен быть наставника. Это возможно только внутри какой-то веры, которую вы себе должны найти и выбрать обязательно. Только когда я эти слова говорю, не думайте, что я вам намекаю на свою веру. Как некоторые говорят в интернете. Поэтому я как бы об этом и говорю вам сейчас. Ваши веры. Найдите вашу. Может быть, но это будет временная ситуация. Нужно, чтобы наставник был в вашей вере. В вашем пути. Утвердитесь в своем духовном пути. Вы все должны этого сделать. Сначала человек выбирает веру, потом наставник. Такой процесс. Если этого нет, устойчивости в жизни нет. Ни у кого. Особенно у мужчин. А наставника искать не надо практически, потому что он находится сам, когда приходит время. Даже вот наши отношения тоже не случайны. Вам не надо было ничего искать. Точно так же приходит в жизнь старший, который близкие отношения с вами строит. А потом духовник, а потом уже святой человек. Дальше. Это просто развивается. Человек, когда развивается духовно, он получает от Бога все больше и больше возможностей в жизни. Понимаете? Это просто вопрос развития и все. Это не вопрос поиска. Потому что в этом мире все открыто, как женщина думает. Где мне найти себе близкого человека? Вы не представляете, как работают тонкие законы в этом мире. Если вам положен этот человек уже по судьбе, его примагнитит с Дальнего Востока. Понимаете? От печали до радости ехать и ехать. Прилетит обязательно, приедет. Наша встреча не скоро. И так далее. Его примагнитят сто процентов. Вы не знаете, как работают эти законы. Просто станьте достойными того, чтобы выйти замуж. А дальше все произойдет. Что? Если женщина родилась с женщиной, это значит, что ей по судьбе уже положено две вещи. Первое. Муж. Второе. Дети. Если же она не смогла справиться со своей судьбе с этими двумя вещами, тогда она, как минимум, получает наставника и ребенка на воспитание. То есть она отца получает духовного, как минимум, и ребенка на воспитание, если она захочет развиваться дальше. В этом мире нет одиноких людей, есть просто неграмотные люди и все. В этом мире нет одиноких людей. А если женщина едет, reversит музыка и аккор mencion fits тайна из силы.